Эфир телеканала Беларусь-4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Мобильные милицейские группы, организованные для проверки готовности к проведению посевной кампании, в выходные дни побывали на сельхозпредприятиях области и выявили ряд серьезных недостатков в работе. Со стартом посевных работ горячая пора началась не только у аграриев, но и у сотрудников милиции. Практически ежедневно они посещают мехдворы и поля сельхозпредприятий. 30 марта сотрудники Брагинского РОВД провели мониторинг предприятий своего района. На территории машино-тракторного парка ООО «Моложенский» обнаружен складированный лом черного металла. Установлено, что он появился в ходе деятельности предприятия в основном от списанной техники и изношенных запчастей, но не был оприходован по данным бухгалтерского учета и на балансе не числился. Общий вес лома составил 7 тонн. Накануне милиционеры проконтролировали, как работает охрана этого же сельхозпредприятия. Сторож молочно-товарной фирмы, расположенный в деревне Старой Юрковичи, нес службу в состоянии алкогольного пенения. В отношении работника составлен административный протокол по части 2 ст. 17.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Про мониторинг машино-тракторный парк ООО «Чемириский» милиционеры вновь нашли неучтенный металлолом общим весом уже 70 тонн. Кроме этого, на территории молочно-товарной фирмы деревни Храковичи рабочий полевод и оператор машинного даяни находились на рабочих местах в пьяном виде. Совершил таран слепую. В Петриковском районе в автомобиле во время движения открылся капот. Результат – три человека травмированы. ДТП произошло в минувшую пятницу на автодороге Птич-Петриков-Житковичи. За рулем автомобиля «Мерседес-Бенц» находился не имеющий права управления 21-летний парень. В результате дорожно-транспортного происшествия 21-летний водитель автомобиля «Мерседес-Бенц», 52-летний водитель автомобиля «УАЗ», а также 38-летняя женщина-пассажир получили телесные повреждения. Еще один водитель попал в больницу уже из-за неправильно выбранной скорости. Им оказался житель Чечерска, который около половины пятого вечера по дороге в Гомель не справился с управлением, съехал в Кювет и опрокинулся. Автомобиль, скорее всего, придется разобрать на запчасти. Спасатели сделали все возможное, но было уже слишком поздно. 31 марта в 2 часа 6 минут спасателям Реческого районного подразделения МЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Черное Реческого района. По прибытии к месту вызова установлено, что горит жилой дом открытым пламенем. Произошло частичное обрушение кровли и потолочного перекрытия дома. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в доме на полу и в жилой комнате под элементами обрушившихся строительных конструкций обнаружен в бессознательном состоянии хозяин дома, 79-го года рождения, который был передан работникам скорой медицинской помощи, которые в дальнейшем констатировали смерть мужчины. В результате пожара уничтожена кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество дома. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий нарушений правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. И последняя информация. Отделом внутренних дел администрации железнодорожного района города Гомеля разыскивается Оксана Прокопенко, 1969 года рождения, которая 1 января ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Ее приметы на вид 40-45 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы каштановые до плеч и глаза серо-голубые, нос прямой. Была одета платье шерстяное бело-черного цвета, сапоги замшевы черного цвета, шапка вязаная серая с белой продольной полосой, пуховик зеленого цвета, при себе черная сумка. Женщина и ранее уходила из дома. Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят незамедлительно сообщить сведения по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.